А наши сегодня нанесли удар по Севастополю. Пока результатов на момент моей записи толком нет. Аэродром Бельбек в Севастополе, 40 беспилотников мы туда направили, противокорабельные ракеты «Нептун», и предположительно мы направили туда «Стормшедоу». Мы же вчера узнали хорошую новость, что нам Кирстармер направил десятки новых «Стормшедоу», и вот, похоже, массированный удар по Севастополю. Ну, дай бог, дай бог, что завтра у меня будет что вам доложить по этому поводу, потому что пока это все, вот все, что имею, что этот удар нанесен. Само там вот это оккупационное руководство Севастополя заявило, что у них, они сбили несколько ракет, то есть подробностей нет, но я думаю, Севастополь такой город, откуда всегда к нам все просачивается. В результате картинки будут, видосы будут. Если мы там действительно так удачно ударили, то все будет. А есть страна, где сегодня стало спокойнее. У нас не стало спокойнее, у нас все продолжается. А спокойнее сегодня стало в Израиле, потому что Израиль подписал вчера вечером договор о прекращении огня. Все это не мирный договор, это договор о прекращении огня между Израилем и Хизбаллой. То есть не Хамасом, с чего начиналась война, начиналась война между Израилем и Хамасом, а это Израиль-Хизбалла, то есть Израиль и Ливан подписали соглашение о прекращении огня. И согласно этому соглашению, значит, в течение двух месяцев израильские войска будут выведены из Ливана, и их места займет ливанская армия, а Хизбаллу туда не допустят. Как правило, такие договоры действуют очень временно. Потом все заканчивается новой войной. В обязательном порядке спросите у любого израильтянина. Так же будет и у нас. Если Трамп заставит нас подписать какое-то соглашение о перемирии, то тоже это все всегда будет временным. Всегда будет временным, пока мы все-таки не сможем выгнать всех россиян с территории Украины. Ну и пока в России, конечно, не смогут демонтировать вот это российское государство. Тут уже не знаю кто. Сами они там, Америка, кто-нибудь. Но поздравляю израильтян, что сегодня на вас не прилетит 300 ракет и беспилотников из Ливана, и что сегодня вам хотя бы не придется провести большую часть дня в убежище, а то ведь в некоторых городах именно так и приходилось жить. Ну вот что интересно, и насколько это касается нашей войны, сейчас вам скажу. Советник Трампа по национальной безопасности, Майк Уоллс, сообщил, что это соглашение достигнуто благодаря президенту Трампу, новоизбранному. То есть не Байдену, который, собственно говоря, все это и сделал, а Трампу. Говорит, из-за президента Трампа все готовы сесть за стол переговоров. Его оглушительная победа показывает миру, что хаос терпеть не будут. Я рад видеть конкретные шаги к снижению напряженности на Ближнем Востоке. Написал он в соцсетях. Соглашение является заслугой новоизбранного президента США. Да, да. То же самое заявил, собственно, ну нет, в более мягкой форме это Линдси Грэм заявил, сенатор-республиканец. Я, говорит, ценю, правда, в отличие от Уоллса. Сказал, я ценю проделанную администрацию Байдена работу, и при поддержке Трампа им удалось воплотить перемирие в реальность. Вы знаете, меня это вот это вот приписывание заслуг Трампу, там, где он пока еще даже не появлялся, оно меня в каком-то смысле радует. Помните, Трамп говорил, я еще до того, как стану президентом, уже установлю мир между Украиной и Россией, и уже закончу войну на Ближнем Востоке. До того, как стану. И тут, ну, по крайней мере, одну, Израиль Хизбалла, типа закончил. Ну как, он еще не приступил, он еще пока ничего не делал. Но его советники уже говорят, вот, видите, какой великий Трамп. Это все поля маркиза Карабаса. Правильно? То есть, похоже, ребята решили заняться приписыванием себе чужих достижений. Ребята решили создавать хорошую картинку. И это хорошо. Мы им создадим. В смысле, мне кажется, украинцы, ну и в том числе наша власть, достаточно креативны, чтобы рисовать Трампу победы. Вот вам простой совет украинскому руководству, который не нуждается в моих советах. Я так включу, конечно. Нам нужно рисовать Трампу победу за победой. И тогда все будет хорошо. Когда Трамп станет президентом, нужно будет каждый раз объяснять, как замечательно, как счастливо мы жили, зажили при Трампе. Наконец-то. И как мир почти наступил. Вот буквально еще дайте нам одну тысячу атакамсов. И желательно хотя бы тысячу томогавков. И уж тогда очевидно, что главная заслуга Трампа, все, план Трампа практически сработал. Еще тысяча томогавков. И Трампу можно будет давать Нобелевскую премию мира. Понимаете, да? Как это? На хвостуна не нужен грош. Ему немножко подпоешь и делай с ним что хочешь. И я танцую в стиле Трампа. Помните, Трамп так танцует? На хвостуна не нужен нож. И делай с ним что хочешь. Вот. Порадовали меня, порадовали, когда они начали приписывать себе эти заслуги. Но в это время из России пришел грозный ответ на это заявление. Потому что Олд же что говорит? Майк Олдс, советник по национальной безопасности президента Трампа. Говорит, что из-за Трампа все уже готовы сесть за стол переговоров. А глушительная победа показывает миру, что хаос терпеть не будут. То есть всем теперь вести себя как положено. Мы терпеть теперь, вас терпеть не будем. Заявил Олдс. На что ему негромко, из-под стола, ответил Нарышкин. Мышкин-Нарышкин, так называемый. Мышкин-Нарышкин это председатель службы внешней разведки Российской Федерации. Он, значит, заявил следующее. Мышкин-Нарышкин. Если говорить о дискуссиях и о предложениях в отношении замораживания конфликта. Это он уже не про Хизбалу, а про Украину-Россию. То скажу, что Россия категорически отвергает какой-либо замораживания конфликта по корейскому или по любому другому варианту. Этот мир должен быть обеспечен прежде всего для нас, для России, для граждан Российской Федерации. Но этот мир должен быть обеспечен и для всего европейского континента, заявил Мышкин-Нарышкин. Пропищал из своей норки. Ну, учитывая, что мы помним прекрасно тот день, 21 февраля 2022 года, в Станинской Безопасности, на котором пищал Нарышкин. Нарышкина сильно щипали, чтобы он громче пищал. Он плакал, трясся и признавал. Или не признавал, мы так и не поняли, независимость Луганской и Донецкой народных республик. И вот теперь ему приказали пропищать другое. Сейчас вот пищат, этот же человек пищит вот такое. Ну, это хорошо, что он запищал. Нет, это не означает никакого смысла, это не несет его заявление. Но мы теперь знаем, в чем политика. Выставили самую грозную силу Нарышкина. Рассказать, что никаких перемирий не будет. Трамп рассказал. Все, вам советник Трампа сказал, что хаос терпеть не будут. Поэтому, товарищ Нарышкин... Вот интересно, перед кем больше будет готов дрожать Нарышкин? Перед Трампом или перед Путиным? Если человек настолько перед Путиным дрожал, то что не будет, когда он Трампа встретит. Обкакается, что ли, заранее? Ну, наверное. Следите за штанами Нарышкина, много узнаете о будущем российской политике. Ну, а дальше, как я и обещал, сегодня разговор-то о деньгах, в основном о деньгах. Потому что... Не потому что черная пятница. У нас все пятницы черные, по-моему, уже два с половиной года. Два года и восемь месяцев. Все пятницы у нас черные. Это, кстати, не шутка вообще. Извините. Да. Это не совсем шутка. Это правда. Ну, вот. Но у россиян, да. У россиян сегодня черная среда. Черная среда накануне черной пятницы. У них донор летит... То есть рубль летит в тартарары по отношению к доллару. Курс доллара сегодня 110 рублей на момент записи этого ролика. 110 рублей за доллар. То есть они не только перешли там все эти психологически важные отметки в 100 рублей, но уже за неделю, еще даже меньше, чем за неделю, по-моему, еще десяточка. Нам-то какая с этого радость, спросите вы. И сейчас россияне, кстати, Путин сейчас будет говорить, что это только выгодно им. Но нет, ребята, нет. Вот это уже фундаментальный трындец. То, что происходит сегодня в России, в российской экономике, я послушал, я почитал. Я сам не экономист. Но есть набор экономистов, которым я в целом доверяю. Я вам в целом картину могу описать. Они всегда эту свою ситуацию поддерживали разными, скажем так, монетарными способами. Ну, типа, тут мы поднапечатаем денег, тут мы не поднапечатаем, наоборот, денег. И таким образом как-то более-менее регулировали свою рыночную экономику. Но с сегодняшнего дня, фактически, вот сейчас, они прямо сейчас, вот в эти выходные, будут садиться и решать, что им дальше делать, россияне. Потому что все, они подняли до максимума учетную ставку, а доллар все равно летит вверх. Прибавьте к этому то, что случилось для них самое неприятное, это перемирие между Хизбаллоей и Израилем. Перемирие между Хизбаллоей и Израилем привело к тому, что нефть за сегодня потеряла в цене 9%. Это очень много, очень много. И значит, что доходы российские тоже упали пропорционально этому всему. Ну, упадут, не сегодня прямо, но упадут. И у них больше не осталось вот этих технических средств. Они больше не могут вызывать на каких-то Минфинов, Шминфинов и так далее. Для них, ну вот честно, остался один вариант, последний, главный, и они его применят. Это государственная экономика. То есть, прощай рынок, прощайте рыночные отношения. Я думаю, что у них будет завтра вот примерно то, что белорусы периодически делают, а именно теперь вот назначаются все цены. То есть, ты хозяин супермаркета, но цены должны быть вот такие. Я помню, как в Беларуси ввели такую статью уголовную. Не обеспечение товарного ассортимента. За это сколько-то лет тюрьмы в Беларуси положено. То есть, если ты хозяин магазина, тебе приходит покупатель и говорит, дайте сахару килограмм. Ты говоришь, сахара нету. Этот покупатель идет в милицию, сдает тебя, и тебя сажают, потому что у тебя сахара нету в магазине. А сахара нету, потому что дефицит. Дефицит. А откуда взялся дефицит в советское время? Кто помнит? Я помню. Дефицит помните? Дефицит. Откуда брался дефицит? Именно из-за государственной регуляции цены. Если бы не было государственной регуляции этой самой цены, а был бы рынок, ну хоть что, по такой цене или по такой, но есть. Спрос, предложение, баланс. И понятно, что при капитализме все всегда есть, вообще всегда все. А дефицита, ну, нету никогда. А в России сейчас будет дефицит. Сейчас будут исчезать товары. Просто исчезать, потому что на них будут вводить регуляцию, из-за того, что надо что-то делать с этим. Прикажут доллару быть пониже, например, тоже, или еще чему-то. Вот туда все это катится. И куда все это прикатилось-то в результате? Например, Газпром. Акции Газпрома сегодня стали стоить 1 доллар за акцию. Это означает, что со своего пика цены акции Газпрома подешевели в 9 раз. Вот это называется, помните, у них было такое выражение, даже помню, эффективный газпромовский менеджмент. Причем заметьте, вот насколько в России все, так сказать, все забетонировано и зацементировано. У них, как Миллер возглавлял Газпром при цене в 9 долларов за акцию, так возглавляет и при одном долларе за акцию. Газпром стоил тогда примерно 300 миллиардов, а сегодня стоит 24 миллиарда. То есть под руководством этого чувака конкретно Газпром, то бишь жители Российской Федерации и Федерации потеряли, ну, примерно 370 миллиардов долларов. 370 миллиардов долларов при населении в 140 миллионов, значит, что каждый россиянин потерял 2,5 тысячи долларов. То есть средняя российская семья потеряла 10 тысяч долларов. Средняя российская семья, даже самые забулдыги и нищеброды потеряли на семью 10 тысяч долларов усилиями Миллера, директора Газпрома. Что вы думаете? Прекрасная зарплата у чувака, там 20 миллионов долларов в год, премии, все дела, все у него хорошо. Все у него хорошо. Но весь Газпром стоит сегодня 24 миллиарда долларов. Они когда-то хотели, Путин приказал, чтобы Газпром стал самой дорогой компанией в мире. А сегодня, в результате, он дешевле, чем самая дорогая компания в мире, ровно в 100 раз. Ну, в 100 с небольшим брать не буду. В 100 с небольшим раз. Вот это достижение. Мы над ними можем прихахатывать, похахатывать. Нам кажется, что это не отражается на нашей войне. Кажется, что ну как, у нас же по-прежнему бомбят. Они по-прежнему наступают. Нет, это все не так. То, что мы сегодня воюем, это война на истощение. Поэтому вот такие явления в российской экономике нам чрезвычайно важны. Чрезвычайно. Да, наши люди на фронте сегодня героически сражаются, гибнут, убивают россиян. Все это для того, чтобы остановить продвижение России. Да, потому что нам нужно выдержать. Дожить до того, как рухнет этот колос на глиняных ногах. А глиняные ноги, вот они. Газпром за 24 миллиарда долларов. Доллар по 110, это и есть глиняные ноги России. Поэтому важно за этим следить, как мне кажется. И вот сегодня Байден обратился неожиданно к Конгрессу. Сначала сообщили, почему-то, что он тайно обратился. Потом выяснилось, что он явно обратился. Обратился к Конгрессу США с просьбой выделить дополнительно 24 миллиарда долларов для Украины. И я подумал, блин, это же ровно один Газпром. То есть Байден попросил выделить Украине один Газпром. В прошлый раз, когда голосовали в апреле, голосовали про 60 миллиардов. Это 2,5 Газпрома. То есть нам, Америка, выделила военной помощи 2,5 Газпрома в апреле. И сейчас Байден говорит, дайте Украине еще один Газпром дадим. Все надо теперь, я говорю, в Газпромах мерить, чтобы было соизмеримо, понятно, что мы получили. Помните, Газпром казался чем-то Газпром, да? Каждый русский ребенок рождался с мыслью, как ему возьмут на Газпром, как ему попасть на работу в Газпром. Говорят, там дети, вылезая из матки матери, орали, Газпром, да? Ну, типа, что вот, хочу туда на работу. Байден обратился к Конгрессу с запросом выделить дополнительно 24 миллиарда. И у меня сначала возник, сука, вопрос. 24 миллиарда дополнительно. Нам же Салливан сказал, что до конца года нам выдадут оставшиеся то ли 6, то ли 9 миллиардов долларов. Выдали пока 275 миллион. Я не понял, вы опять выделите 24 миллиарда, а нам ничего не дадите? Куда все делось? Где все? Где деньги, Зин? Что происходит вообще? Почему еще 24 миллиарда нужно? А те, где делись? Ну, это ладно, нам как бы не помешает. И к тому же, я сразу говорю, что ничего никто не пройдет, никто ничего не проголосует, и 24 миллиарда нам никто не даст. К сожалению. К сожалению. Из общей суммы 24 миллиарда долларов, которые просит Байден, 8 миллиардов для финансирования контрактов американских компаний на поставку вооружения Украины, 16 миллиардов на пополнение запасов американского военного арсенала. Часть республиканцев уже выразила несогласие с этим шагом, подвергая запрос резкой критики. Потому что, сказал, например, кто у нас там, Майкли, сенатор от штата Юта, только что Байден простил Украине кредит в 4,7 миллиарда долларов, что правда, то правда, а Конгресс не должен давать ему бесплатный подарок для дальнейшего саботажа мирных переговоров президента Трампа перед тем, как Байден уходит. Смотрите, первое. Что я вам говорил? Я говорил, что нам совершенно по барабану кредиты мы берем или помощь получаем, кредиты будут все списываться, мы их не будем платить. Когда вас запугивают, что Украина потом в результате будет должна 100 миллиардов, 100 триллионов, ничего Украина не будет должна. Если Украина сохранит свою независимость в результате этой войны, сохранит большую часть своей территории в результате этой войны и победит в этой войне, то все долги будут списаны. Просто все, поэтому забудьте про все эти долги. Как видите, вот уже списывается все. Но сегодня поверить, что Байден за оставшиеся ему месяц и без недели месяц успеет провести через Конгресс 24 миллиарда долларов, что-то неверие. Буду рад ошибиться. Буду рад. Буду сам посыплю голову пеплом, сам скажу, да, молодец Байден. Но, простите, я что-то в этом не уверен. Все равно, что я скажу, что я до инаугурации Трампа смогу набрать 600 тысяч подписчиков. Или смогу. Вот от вас зависит. Ну, слушайте, ну, 541 тысяч подписчиков. Ну, до инаугурации Трампа мы 600 тысяч сможем набрать? У меня вдруг появилась такая идея, а? Инаугурация у нас 20 января. Подпишитесь на канал Штюльман, поставьте. Ладно, не буду говорить, поставьте лайк. Вот специально не буду, просто подпишитесь. Ну, а главный, конечно, кто отреагировал на это предложение Байдена, это, конечно, да, это, конечно, главный. И главный сегодня это у нас, к сожалению, снова Илон Маск, черт возьми. Илон Маск уже посмеялся над Байденом, сказал, «it's not ok», то есть, как сказал, опять опубликовал очередной твит. Он вообще сегодня через твит управляет миром, ну, не миром, а Америкой пока, миром скоро будет управлять. И уже успел отреагировать, что это не окей. Но если сам Илон Маск сказал Трампу, что выделять эти деньги не надо, боюсь, что сегодня у нас этих шансов действительно не будет, потому что мне кажется, что сегодня в Сенате и Конгрессе уже боятся Илона Маска, все уже смотрят на него с открытым ртом. Вы знаете, как когда-то депутаты Государственной Думы Российской Федерации спрашивали прежде всего, что думает Березовский, что думает Абрамович перед тем, как проголосовать. Так сегодня депутаты Конгресса и Сената спрашивают, а что думает по этому поводу Илон Маск. А как такое Илону Маску, если мы это проголосуем? Вот накануне такого большого шухера мы с вами оказались с этим Илоном Маском, который фактически стал президентом Соединенных Штатов Америки. Ну, пока еще не все. Не все он заполучил в свои руки. Вот пока не смог, знаете что, не смог забрать себе World Bank, то есть Всемирный банк. Украина получила сегодня 4,8 миллиарда долларов США от Всемирного банка в рамках проекта Peace. Peace. Дио. Да. Ну, мирный договор. Это самый большой в истории банка инвестиционный, в истории мирового банка самый большой в истории мирового инвестиционный проект. Начат для поддержки Украины в реализации реформ, социально-образовательной сферы, сферы здравоохранения, агропроизводителя, а также проектов восстановления. То есть, эта штуковина не связана напрямую с войной. Вот эти 0,20% от Газпрома мы получаем фактически на какие-то инфраструктурные проекты. То есть, нам не только спишут все старые долги, нам еще дадут бабла на всяких строительствах. Главное наше дело победить в войне. Про экономику сейчас нам думать не нужно. Русским надо думать про их экономику, потому что им-то никто не поможет никогда. Война закончится, а им дальше жить с этим долларом по 280. И Газпромом за 3 рубля. Да. Да. Кстати, всего за полномасштабную войну через механизмы Всемирного банка было привлечено почти 50 миллиардов долларов. Почти 50, это считается 48, а 48 два Газпрома. Два Газпрома нам подарил Всемирный банк. Приятно? Приятно. Фух, еще немного о войне, а то это что-то все про то, как нас атакуют, а иногда даже и мы атакуем. Вот интересная новость пришла из города Салават. Сначала пришла новость о том, Салават это, не помню, Удмуртия, да? Нет. Но Салават, значит, Уфа, а Уфа это Уфа, столица чего? Сейчас скажу. Ну, какой республики Уфа столица? Какой-то там республики, у них же разные. Башкортостан, Башкортостан. В Уфе сначала пришло сообщение, что мы разбомбили НПЗ. Потом оно оказалось похоже ложным сообщением. Не бомбили мы НПЗ, все вышло гораздо смешнее. Дело в том, что там в Уфе, видимо, есть не только НПЗ, но, видимо, там растет какая-то кукуруза или еще какая-нибудь штуковина у них. И кукурузник, самолет, помните такой, кукурузник? Четыре крыла, все такое. Кукурузник летел опылять кукурузу в Башкортостане, в городе Салават. И пролетел над НПЗ Газпром нефтехим Салават. Что вполне себе разрешено, потому что, ну, когда ты летаешь на таких самолетах, то у тебя там есть эта высота разрешенная, там, по-моему, от 500 до 1000 метров, что-нибудь такое. И летай себе почти везде, кроме аэродромов. И вот человек на кукурузнике полетел над этим Газпром нефтехим Салават. И по нему открыли огонь и стали его сбивать, потому что наши беспилотники ничем внешне не отличаются от кукурузников. Опубликованы видосы уже в интернете. Конечно же, россияне не попали в этот кукурузник, и нам жаль даже, что это оказался кукурузник, а не наш беспилотник, иначе бы еще одним НПЗ в России стало меньше. Но вот так кукурузник полетал, и никто не пострадал. Вот такой вам Салават. Зато Россия признала три прилета украинских атакамцев. Значит, смотрите, вот тут то самое, что я не предсказывал, что я наоборот, моя ошибка в предсказании. Я когда-то вам сообщал следующее, что когда американцы разрешат нам бить по территории России своими ракетами, то россияне будут это замалчивать, что они просто будут вести себя так, как будто ничего не происходит. И не будут рассказывать об ударах атакамцами, не будут рассказывать об ударах струншеду, ну что вы иначе получаете, они лохи даже. Их бомбят, а они только крепчают. Россия ведется ровно противоположным способом. Тут стоит подумать, почему так. Но пока вот факты какие. Россия признала три прилета украинских атакамц. Министерство обороны РФ признало, что 23 и 25 ноября три дальнобойные ракеты атакамц, запущенные вооруженными силами Украины, достигли цели в Курской области. Значит, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. 23 ноября пять ракет атакамц прилетели в район основного пункта Лотаревка по позиции зенитного ракетного комплекса С-400. 25 ноября ВСУ нанесли удар ракетами атакамц по аэродрому Курск-Восточный. Ну, дальше они говорят, что все семь ракет были сбиты, одна достигла цели, двое военнослужащих получили легкие ранения. То есть, они говорят о том, что нет никакого эффекта от этих ракет. Но, тем не менее, сами удары атакамцами они постоянно раз за разом подтверждают. Подтверждено, что ВСУ наносили удар ракетами атакамц американского производства. Минобороны РФ заявило, что готовят ответные действия на атаки ВСУ ракетными атакам с Курской области. Почему же так получилось? Почему я ошибся? Мне кажется, вот что, но это моя версия, что Путин всех подставил слегка. Вот этот фуфловый Путин, которого они вынуждены были за уши достать и посадить на стул, который рассказывал нам про Орешники, он в своей речи весьма странный, обращенный непонятно к кому, зачем-то рассказал все подробности удара по Курской области по командному пункту. Помните такое дело? В этот момент Минобороны сидят такие, вау, так оказывается вот так надо рассказывать? Оказывается, надо рассказывать, что да, прилетело, но мы все сбили, а не нет, не прилетело, ничего, ничего не знают. Это хорошо, это нам повезло, что так, что Путин такое ляпнул и теперь нам Минобороны РФ будет докладывать о всех наших ударах. Вот имеем вот такое, имеем сегодня вот такое. В 16 российских регионах, причем при этом детей, начали наконец-то готовить к ракетным ударам. То есть, россияне сообразили, что мы на этом вообще не остановимся, что мы еще не начинали. В школах Брянска на прошедшей неделе начали массово рассказывать детям о том, как действовать во время ракетной опасности на фоне первых ударов с западными ракетами по расположенному в пригороде городу Карачево. В Брянской области уже как минимум 16-й российский регион, где в детсадах, школах, техникумах стали проводить подобные занятия. Вот. Учителья объясняли детям, что делали в случае тревоги, провели тренировку по эвакуации в безопасные места. Да. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Что там еще? Подобные занятия проводились раньше реже, но после Атакамсов стали проводить много подобных занятий. Согласно анализу агентства, в 16 регионах России провели не менее 100 занятий. Из них в 6-ти это делали активнее. В Брянской, Воронежской, Владимирской, Орловской, Курской и Белгородской областях. Вот мне кажется, вы зря там в России это Москва. Москва как-то мимо проходит. Мне кажется, что уже близка поставка нам томогавков, а когда придут томогавки, тогда придет очередь Москвы. Конечно, я бы сейчас в Москве в детских садах сделал и в школах обязательный курс как спрятаться от ракеты томогав. Но раз догадались, что в Брянске надо делать курс как спрятаться от ракеты Атакамс. Помогавки-то не за горами. Вот, еще про денежки. Норвегия увеличивает помощь Украине в следующем году до 10% Газпрома. Я же Газпрома к сожалению, до 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Вот это круто, конечно. Когда нам говорят, что нас все бросили, это прямо умиляет. Потому что в этом году было 1,5 миллиарда, а будет 2,7 миллиарда. То есть Норвегия прямо становится нашими ближайшими союзниками. Вот что сказал премьер-министр Йонас Гарстер. Правительство предлагает удвоить предложение, кстати, до не менее, чем 3, даже миллиардов долларов. В Украине более серьезная ситуация. Мы хотим, чтобы Норвегия была четким и ведущим сторонником борьбы Украины. В дополнение к военной поддержке правительство также хочет, чтобы эти деньги были использованы для обеспечения наращивания электрических мощностей и энергоснабжения. Сейчас это предложение будут обсуждать партийные группы, потом голосовать. Поддержка Украины будет одной из тем на встрече премьер-министра Норвегии в Стокгольме с лидерами северных стран, стран Северной Европы и Балтии. Как видите, вот такие неожиданные у нас союзники. До войны вас бы спросили, кто будет лидером нашей поддержки. Я не думаю, что многие из вас сказали бы слово Норвегия. Чего вдруг Норвегия? Мне все время казалось, что это какие-то такие люди где-то там на севере себе на уме живут, рыбу ловят, с нефтюшки живут, рыбу ловят, живут себе, не тужат, на них никто не нападет, они, если что, все во фьордах. А оказалось, нет. Оказалось, что у Норвегов ценности появились, так как страна очень зажиточная, небедная, люди живут благополучно, то у них появляется ценность, ценность того, что они должны защищать и спасать человеческие жизни от варваров, от нападения дикарей. И видите, поэтому норвежцы помогают нам в войне против Российской Федерации. Вообще, после войны надо тут много будет флагов вывесить, я рассказывал, когда в Южной Корее, кстати, сегодня Умеров встретился с самим президентом, даже Южной Кореи, даже не с министром обороны, а с президентом. Это хороший сигнал, на мой взгляд, что министра обороны нашего принял именно президент Южной Кореи, то есть Южная Корея по-настоящему. Первое, обеспокоены, второе, готовы нам, как мне кажется, помогать. Так вот, в Южной Корее на памятнике войне, той Корейской войне, 1950-1953 год, там флаги всех стран, которые оказывали помощь Южной Кореи. Вот и у нас нужно будет такое сделать, не знаю, не знаю, что, не знаю, что памятников у нас будет много, но безусловно, вот этим странам помощницы в улице в честь них называть, памятники что-нибудь, проспекты, площади, и вот в честь Литвы тоже надо будет назвать, потому что Литва профинансирует производство нам дальнобойных дронов, и Литва профинансирует в размере 10 миллионов евро, это только первый транш. Внимание, что профинансирует Литва, ведь я тщательно готовлюсь сказать, Поляныца, Поляныцу профинансирует Литва, эту ракету Поляныца профинансирует Литва в этом году. Не мы одни следим за курсом рубля по отношению к доллару, вот только что агентство Reuters сообщило, что по их прогнозам до конца года рубль может достигнуть 115-120 рублей за доллар. Но что-то мне кажется, они как-то вообще недооценивают того, что как нахлобучили Российскую Федерацию, потому что за время нашего выпуска, извинись, курс доллара я начинал со 110, утро начинал со 105, запись этого ролика начинал со 110 рублей за доллар, сейчас уже 111. Reuters, с такими темпами, знаете, если каждый час или сколько там, 40 минут, что длится ролик, будет по рублю прибавляться, то прогноз Reuters сбудется у нас завтрашнему дню. Мы достигнем 115 рублей за доллар. А вот Блумберг, он более основательно подошел к вопросу, проанализировал причины, то есть, что там произошло-то, значит, новые санкции США против российских банков, против Газпромбанка, как вы знаете, введены санкции, привели к дальнейшему падению рубля, поставив под угрозу последние каналы прямого поступления иностранной валюты в страну. Рубль потерял более 5% с 21 ноября, но с сегодняшнего утра он потерял более 5%, ну да, со 105 до 111, когда США ввели санкции против около 50 российских банков, имеющих связи с глобальной финансовой системой. Самый слабый уровень с марта 2022 года, когда были введены первые санкции, среди объектов новых санкций Газпромбанк, с начала года рубль упал на 16% по отношению к доллару. Это ладно. Российские экспортеры и импортеры сталкиваются с трудностями международных платежок с конца 2023 года, когда США увеличат давление на дружественные к России страны, угрожая вторичными санкциями. В итоге прямые расчеты с основными торговыми партнерами России практически не остановились, в то же время страна продолжает торговать сырьевыми ресурсами через посредник, обычно получая оплату в рублях, то есть вместо долларов они получают рубли, потому что доллары хрен ты им уже заплатишь. Новые ограничения могут еще больше усложнить внешнюю торговую операцию и снизить стимулы для привлечения валютной ликвидности в Россию. Ну вот хорошо, если так. Хорошо, если так будет, потому что вот что у нас стабильно, это радиация 0.07. Гейгер нам не врет, Рейтер нам не врет и Гейгер нам не врет. Но, к сожалению, есть и другие новости из России, которые прямо не внушают нам оптимизма, потому что есть негодяи, которые пытаются прорвать эту блокаду, которую всеми силами Европы и Америки устраивают россиянам. Только что сообщил премьер-министр Словакии Фиццо, что да, он едет, он получил приглашение от Путина приехать 9 мая в Российскую Федерацию на парад, и он действительно туда едет на этот парад. И вы знаете, чем объяснил это Фиццо? Я вам сейчас скажу. С благоговением и уважением вспоминают все годовщины и события, связанные с освобождением нашей территории и Красной Армии в 44-45 годах. Что там еще он говорит? Правительство поддерживает наследие борьбы с фашизмом, а также историческую правду о Второй мировой войне и роли Красной Армии в ней. Именно поэтому правительство Словакии возьмет на себя организацию нескольких мероприятий, которые завершатся майскими празднованиями победы над фашизмом. Во-первых, хочется напомнить, что Словакия была на стороне как раз таки фашистов, если уж говорить об исторической правде. И как-то лишний раз напоминать своим вспухшим ухом на празднование в 9 мая в Москве об этом даже не знаю надо ли товарищу Фитцу. Во-вторых, хочется предупредить товарищу Фитца о простой истории. Военный парад это военный, он его слов военный, военное мероприятие. Военное мероприятие это легитимная военная цель. Все участники военного парада становятся легитимными военными целями. И Фитца должен, мне кажется, об этом знать. А вообще забавно будет, если к 9 мая, все-таки до 9 мая это у нас еще полгода пройдет, если к 9 мая не будет ни Красной площади, ни Кремля, ни города Москва, такой приезжает, смотрит в эту огромную воронку и говорит, упс, вот это то, на что я больше всего рассчитываю, когда слышу о том, что товарищ Фитца решил присоединиться. Фитца присоединиться к празднованию чего-то там 9 мая в Москве. Надеюсь, что словацкие избиратели, кстати, тоже поговаривают, что в Словакии рейтинг партии Фитца сильно упал, сам не знаю, не очень разбираюсь, но хочется верить в прекрасное, лучшее будущее для Словакии, чем то, что их премьер позорит страну, пребывая на этот праздник фашизма в Москве. И еще новости оттуда. Ну как, они пришли из России. Российские власти сообщают, что в Мариуполе проживает уже 230 тысяч человек. 230 тысяч человек. Это более половины населения февраля 2022 года. То есть они как бы этим хвастаются, что Россия планирует в ближайшие несколько лет потратить на восстановление оккупированных территорий 2 триллиона рублей. Это сколько получается? 200 миллиардов долларов? 8 Газпромов! 8 Газпромов они собираются потратить на... А, не, 2 триллиона рублей это 20, это же курс-то 105, теперь фу! 1 Газпром на восстановление оккупированных территорий они собираются потратить 1 Газпром. Но вот когда они хвастаются, что у них 230 тысяч человек живет в Мариуполе сейчас в оккупированном 230 тысяч, говорит, это уже более половины населения февраля, с февраля 2022 года. А мне хочется задать вопрос, а где вторая половина? Нет, ну давайте так, учитывая, что в Мариуполь понаехало, как мы нам передавали статистику, примерно 150 тысяч россиян туда привезли, они там купили за ипотеку ворованные квартиры, квартиры отнятые у украинцев, продаются за ипотеку россиян, 150 тысяч. То есть украинцев там осталось 80 тысяч, а на момент оккупации там было полмиллиона населения. Куда вы дели 400 тысяч украинцев, где они все? Ну вы хвастаетесь, что вы наполнили наполовину этот город? Вы же его освобождали, вы же говорили, это наши, тут все наши люди. Где они все физически, где? Нет, здесь-то я на улицах Киева их встречаю, да. Остальных вы всех в Сибирь отправили, что ли? Или все-таки убили? Да. Печальная картина. Ну и наверное закончу только одной такой новостью, которая вроде бы ни о чем, но все-таки. В России есть такая Екатерина Дунцова, помните, единственный антивоенный по-настоящему кандидат на выборах президента России. Просто журналист из какого-то там Саратова, не помню, это же город, не хочу вспоминать. И ее не допустили до выборов, потому что, я сказала, слишком молодая еще. Журналистка это Екатерина Дунцова. И она решила сделать партию, партию «Рассвет». И собрала там все учительные документы, каких-то людей и так далее. И вот сегодня Министерство юстиции Российской Федерации отказало партии «Рассвет» в регистрации. Решение Минюста не стало новостью, сообщается в телеграм-канале «Партия». Дунцова рассказала, что она одна из причин отказа, несоответствия документов установленным нормам. А мне кажется, что причина совсем в другом. В том, что «Рассвета» не будет. Вот где-где в России «Рассвета» уже не будет. Поэтому неуместна там партия, которая называется «Рассвет». Это мне, конечно же, Екатерине Дунцовой желаю всяческих успехов на ее, в ее нелегкой политической борьбе. Но в «Рассвет» не верю, не будет. Уже никогда. Будет «Газпром» за 18 копеек. Это правда. Все, завтра встречаемся снова на «Шетельман» за сегодня. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Шетельман». «Рассвета»